Бонжур, и с вами Анечка, и это Эвблог. Рано или поздно учеба закончится, сессия останется позади, а в жизни студентов появится больше свободного времени. Возникает вопрос, куда же его девать? Не стоит забывать, что наш кампус не только учебное заведение, но и красочное место для берега моря, идеально подходящее для летнего отдыха. Здесь вам и пирс для купания, и пляж, и набережная для прогулок. Мы решили узнать у наших студентов, как они планируют проводить свой досуг в кампусе летом. Я думаю, не находиться на кампусе летом, а после учебы, после успешной сдачи сессии, поехать в лагерь к детям работать. Я вот в студотряде, просто в педагогическом, и вот я планирую провести лето в лагере. Я студент четвертого курса, уже заканчиваю обучение, поэтому собираюсь получить диплом и думаю отпраздновать на побережье кампуса свой выпускной. А также в последующие годы собираюсь приезжать на отдых, на пляж сюда. Ну, отлично проведу лето, но не на кампусе. Я сам с Сахалина, пойду на родину, скорее всего, в конце июля уже буду там. Работаю, друзья, вечеринки, весело буду тусить. Музыкант сам, люблю музыку, концерты, т.д. Спасибо. Все? Ну, все зависит от двух обстоятельств. Самое первое, самое главное, если я сдам диплом и госы. Если я сдам диплом и госы, то, я не знаю, первым делом я, наверное, нажрусь просто как свинья. Вот. Продам всю свою технику и все свои имущества и уеду, не знаю, куда-нибудь на юго. Вот. А если я не сдам, то, пожалуй, что я пойду кидать навоз на кампусе, когда туда завезут лошадей, потому что других у меня вариантов нет. Ну, такие дела. Помимо всего прочего, в кампусе ДВФУ будут проводиться различного рода мероприятия для студентов и гостей университета. Например, детский и летний лагерь с углубленным изучением английского языка и активным отдыхом на свежем воздухе. Дети смогут не только найти новых друзей, но и знать, что такое командная работа. Также на территории ДВФУ ежегодно проводится фестиваль, и это на русском, в рамках которого состоится множество спортивных и культурных мероприятий. Не денитесь во всем, принимайте активное участие, а главное, будьте здоровы! И с вами была я, Анечка и Эвблог. Подписывайтесь на наш канал, на нашу страницу в Инстаграме. Ставьте лайки и делайте репосты. Ари-вуар!